Если вас греет такая же теплая мысль, как самый популярный осенний супчик тыквенный, то значит надо его готовить. Будем сегодня готовить не просто вкусный, но еще и эстетичный красивый тыквенный суп. Концентрация полезных овощей, богатых клетчаткой и витаминами в этом супе невероятная. К тому же это блюдо низкокалорийное. Итак, вот наши ингредиенты. Берем все эти дары осени и запечем на противне. Немного добавим соли, перчика и растительного масла. Поверьте, запеченные овощи в супчике гораздо вкуснее, чем просто отварные. Тыква богата витаминами А, С и Е, а еще тыква богата редким витамином Т, который отвечает за качество крови. Теперь вы понимаете, почему этот суп нужно обязательно включать в свой рацион, тем более, что осень понижает цену этого сокровища до минимума. Основа в этом супе, конечно же, тыква. Дальше вы можете добавлять любые осенние овощи. Ничего не будет ошибкой или рецептурным правилом. Я предлагаю добавить еще и морковь. Тыква запечется быстрее, если сделать насечки. Остальные овощи и без этого пропекутся легко. Хотя нарезанный чеснок и морковь облегчат задачу для последующего блондирования. Запекаем при 200 градусах в стандартном режиме духовки. Овощи накрываем фольгой. Допеките ассорти до полной мягкости и пробейте овощи любым блендером. А чтобы консистенция супа получилась нежная, вливайте понемногу в пюре овощной бульон. Для шелковистой кремовой текстуры в суп добавляем сливки. Жирность выбирайте сами. Затем суп доводим до кипения и томим минут 5. Рецептов тыквенного супчика в интернете много, но мало кто расскажет вам о некоторых нюансах. Первое. Овощи запекаются не меньше часа. Дольше всех печется, конечно же, тыква. Лучше всего запекать овощи, закрыв их фольгой. После охладите обязательно. Назвать этот суп сытным сложно, но, тем не менее, если дополнить мясом, хлебом, будет вполне осеннее вкусное блюдо, которое можно смело брать на ланч.